3 мая в сквере дважды героя Советского Союза Михаила Степанищева состоялось открытие мемориала «Петля Нестерова». Идея создания памятного знака принадлежит преподавателями, учащимся в поле сферы обслуживания. Выставка работ, посвященных мифологии Беларуси, открылась в Центральной городской библиотеке. На экспозиции представлены картины необычных мест нашей страны и маски мифических существ. 5 мая Беларусь отметила День Печати. 7 мая свой профессиональный праздник встретит работники радио, телевидения и связи. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». 3 мая в сквере дважды героя Советского Союза Михаила Степанищева состоялось открытие мемориала «Петля Нестерова». Памятный знак «Петля Нестерова» выполнен по инициативе и экскизу учащихся и преподавателей колледжа сферы обслуживания. В рамках проекта «Артсквер. Жить в памяти поколений». Тема победы в Великой Отечественной войне, тема героизма и освобождения Беларуси особо значимая, на которую направлено внимание всего населения. В колледже сферы обслуживания организовано научно-исследовательское общество, в рамках которого была проведена работа по изучению жизни дважды героя Советского Союза Михаила Тихоновича Степанищева и всех летчиков, именами которых названы улицы нашего города. Итогом проекта стал памятный знак «Петля Нестерова». Торжественное открытие мемориала состоялось в сквере по улице Кирова. Все вместе мы смогли прийти к сегодняшнему дню с делом, которое можно увидеть воочию. Наша молодежь смогла не только увидеть, но и понять, что при организации взаимодействия самых разных структур можно принести пользу своей стране, своей маленькой родине, где ты родился, где ты учишься. И эта польза значима не только для тебя, но и для жителей текстильного микрорайона. Это еще одно место экскурсионного маршрута в городе Барановичи. Сегодня каждый учащийся колледжа может с гордостью сказать, что и я внес свой вклад в общее дело. «Петля Нестерова» – фигура сложного пилотажа в авиации в виде замкнутой петли, называемая также «мертвой петлей». Впервые в мире фигура была выполнена в 1913 году в Киеве Петром Нестеровым. На открытие комплекса собрались учащиеся и гости колледжа – все те, кто поддержал инициативу и помог осуществлению проекта. «В преддверии Дня Победы и в преддверии освобождения Республики Белару, 15-летия, это символичный знак в честь памяти тех ветеранов, тех героев, которые воевали за нашу страну, за нашу родину. Новое поколение должно помнить, еще раз скажу, и воспитываться на этом роде». Зазвучавшая по завершению мероприятия композиция «Журавли» стала песней, реквиемом, гимном памяти погибшим в Великой Отечественной войне солдатам и ветеранам. Во время исполнения прозвучали имена всех летчиков, в честь кого установлен этот памятный знак, возложены цветы и выпущены в небо белые шары. Прямые телефонные линии вновь заработают в предстоящую субботу. 11 мая с 9 до 12 часов на связь с жителями Брещины выйдет вице-губернатор региона Андрей Клец. 8-0-162-21-31-21. Барановичан выслушает заместитель мэра города Дмитрий Тихно. 42-49-74. Выставка работ, посвященных мифологии Беларуси, открылась в Центральной городской библиотеке. Творческие работы представила художник-дизайнер Полина Разбианская. На экспозиции представлены картины и маски мифических существ. С порога посетители Центральной городской библиотеки попадают в мистическую Беларусь. Таинственная и философская видит нашу страну художница Полина Разбианская. Девушка представила творческие работы, посвященные мифологии Беларуси. Среди них серия архитектурных памятников, картины аллегории и маски ручной работы. Дизайнер работает в смешанной технике. За основу я брала тонированную бумагу, после этого я выстраивала, собственно, стены замков, выполняла построение, затем я брала разбавленную тушь и выполняла тонировку, светотеневую проработку. После чего уже неразбавленной тушью с помощью пера я прорисовывала линейно более подробно детали замков, кирпичную кладку и другие нюансы построек. Мистикой Полина увлеклась на втором курсе университета имени Максима Танка. Уже на первых занятиях девушка демонстрировала тягу к неземному. Тогда она изготовила лесного духа лесовицу. В коллекции ее работ у нее есть любимая маска – маска индейца, вождя племени. У меня был ворох вороньих перьев, которые мне подарили. Собранные они были в парке. И я долго думала, как же я могу их использовать. И мне пришла такая идея создать образ мужественного вождя племени с непоколебимой волей. Настоящим подарком для гостей встречи стало выступление преподавателей и учеников детской музыкальной школы искусств номер 3. У каждого участника мероприятия была возможность проверить свои знания в викторине, посвященной белорусскому фольклору и легендам. На презентацию пришли родные и близкие Полины Разбианской. Отец художницы с ностальгией вспоминает первые шаги дочери к творчеству. Ну, знаете, это как-то получилось постепенно, наверное. И вот какой-то определенный период трудно обозначить. Ну, не знаю, может быть, как-то повлияло то, что вот моя область деятельности в архитектуре. У нее есть стремление к самосовершенствованию, так. И какого результата добьется, это трудно сказать. Ну, надеюсь, что все будет успешно, конечно. Мистическая Беларусь ждет гостей в Центральной городской библиотеке до начала июня. 33 жителя Барановичского региона обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей с начала сезона. Из них 18 детей. Как сообщили в Зональном центре гигиены и эпидемиологии, на наличие возбудителя ламборелиоза лабораторно исследовано 17 образцов эксодовых. В четырех случаях зафиксировано заражение. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Отправляясь на пикник в парке и на даче, на приусадебных участках рекомендуется регулярно проводить вырубку сухих кустарников, скашивать с траву, не создавать свалок бытового мусора, поскольку именно на этих местах, как правило, обитает множество кровососущих. Пятого мая Беларусь отметила День печати. Седьмого мая свой профессиональный праздник встретят работники радио, телевидения и связи. Сегодня СМИ – полноценные атрибуты нашей жизни. Подробнее в следующем материале выпуска. Ежегодно 5 мая в Беларуси отмечается День печати. Его празднуют редакции газет и журналов, а также работники издательств и типографии. Дата 5 мая связана с выходом в свет первого номера газеты «Правда» в 1912 году. В Барановичах профессиональный праздник отметили сотрудники объединенной газеты «Наш край». Несмотря на более чем почтенный возраст, это издание остается востребованным и современным. Сегодня газета издается тиражом более 12 тысяч экземпляров. В социальных сетях «Наш край» читают 30 тысяч человек. Поэтому не случайно работа редакции на 15-м национальном конкурсе печатных средств массовой информации «Золотая литера», который прошел 3 мая в Минске, завоевала диплом лауреата конкурса в номинации «Лучший интернет-проект». Обойти «Наш край» удалось только изданию СБ «Беларусь сегодня». И это не первая высокая награда. В прошлом году на этом творческом состязании газета стала победителем в номинации «Лучшие материалы социально-экономической тематики». Вот уже третий год наша редакция становится победителем самого главного для печатных СМИ конкурса. Это национальный конкурс, называется он «Золотая литера». И здорово, мы очень рады, что мы получаем такие высокие знаки качества нашего. Это говорит о том, что мы актуальны, а мы хотим быть актуальны для нашего читателя всегда. Мы хотим помочь читателю и хочу поблагодарить и свой коллектив неугомонный за такие высокие награды, за такие высокие достижения. И, конечно же, наших читателей. Потому что они приходят к нам, я им очень за это благодарна. Они задают нам вопросы, они приходят к нам за решением своих проблем. Совсем скоро, 7 мая, важные события отметят сотрудники Барановича ФМ и Интекс ТВ. Факт, положенный в основу этого праздника, связан с деятельностью выдающегося русского физика Александра Попова. Изобретатель более ста лет назад продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему. Впервые радио Барановича ФМ зазвучало в эфире 30 августа 2013 года. За пять лет работы оно стало узнаваемым в эфире, завоевало внимание своих слушателей. Ежедневно работники удивляют, радуют, погружают горожан в море позитива. Сотрудники редакции – постоянные участники различных творческих конкурсов. В 2018 году радио было удостоено грамоты Министерства обороны Беларуси за активное участие в освещении вопросов строительства Вооруженных сил Республики Беларусь, патриотическое воспитание населения и диплома Брестского облсполкома за победы в областном соревновании среди редакций телевидения и радио. Дорогие владыки пера, эфира и передач, это действительно наш хороший такой красивый праздник. Многие из нас посвятили работе в газете, телевидении, радио многие годы. Я хочу пожелать дальнейшего творчества, новых сюжетов, новых идей для программ и, конечно же, любви слушателей, читателей и зрителей. Телекомпания «Интекс» осуществляет вещания на территории города Барановича и Барановичского района посредством эфира, а также в сетях всех операторов электросвязи. Объем вещания составляет от 12 до 14 часов в сутки. При этом программы собственного производства составляют 50%, что является весьма высоким показателем для регионального СМИ. С целью продвижения своего продукта «Интекс» активно использует интернет-ресурсы, сайт, группы в социальных сетях. Сегодня телеканал не стоит на месте, активно идет модернизация оборудования. С 2016 года телекомпания одной из первых в области начала вещать эфирную картинку повышенного качества форматом 16 к 9. Это те службы, которые всегда на передовой, которые стремятся сделать все, чтобы наши граждане, наши телезрители, читатели, слушатели всегда узнавали о самых главных и важных событиях, которые происходят не только в нашем регионе. В эти дни хотел бы поблагодарить и поздравить в первую очередь своих сотрудников и коллег за ту работу, которую они делают. Именно благодаря им реализуются проекты, реализуются наши планы. Наши граждане могут всегда оперативно узнавать самую свежую, самую интересную информацию. Ну и, конечно же, хотел бы поблагодарить наших телезрителей, наших слушателей, читателей за то, что они продолжают оставаться с нами. Именно благодаря им мы остаемся востребованными и, соответственно, можем отмечать свой профессиональный праздник. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.